начинаем я надеюсь что меня слышно видно я сегодня за начальника поэтому я себя чувствую менее уверенно натан сегодня улетел вот я надеюсь что слышно меня отреагируйте пожалуйста да хорошо слышно все прекрасно спасибо большое тогда начнем прошлый раз мы занимались историей о ковчеге завета а сегодня мы посвятим наше занятие шаулю царю шаулю и бы той части описания его царствования в которой нас постепенно подводит к мысли о том что царство его не устоит заранее скажу что наш разговор будет носить не столько исторический характер сколько литературный поскольку все что касается царства шауля не имеет никаких никаких дополнительных внешних или даже внутренних источников которые бы дошли до нас шауль нигде не упомянут кроме как в танахе вот и поэтому вся информация которую мы черпаем она из танаха а все дальнейшее это как бы уже то что наслаивается на танах то что рассказывает скажем иосиф флавий то что в иудейских древностях то что своих мидрошах рассказывают мудрецы что с некоторым с некоторой натяжки может быть воспринято как как исторический дискурс вот так что мы будем опираться в данном случае только на лить на один единственный литературный источник и будем говорить собственно о четырех разных историях которые связаны с шаулем напомню только такую достаточно но это в общем трювизм и все это знают я просто напоминаю что шауль согласно книги шмуэля это первый израильский царь чье царствование началось довольно безоблачно вот закончилась достаточно плачевно и мы попытаемся понять каковы тенденции в изображении вот этого плачевного конца или точнее начало конца что мы сегодня будем говорить о том как кончилось царствование шауля а будем скорее говорить о том как нас подводят тому что царство его не устоит я буду говорить поскольку натан не с нами то я предлагаю сегодня немножко изменить форму если будут появляться какие-то вопросы то задавайте их сразу потому что и и старайтесь задавать их вкусно потому что мне как бы будет не с руки сейчас одновременно заглядывать в чат говорить вот поэтому как бы включайте микрофон и задавайте вопрос вот сейчас я еще одну только книгу возьму и я с вашего разрешения сейчас открою файл сделавший файл который мы будем пользоваться сейчас секунду я его найду я надеюсь что файл виден файл который называется как и почему шауле лишился царства и скажу из того что он видит да и вот я его разделил на четыре истории первая из них это война шауля с филистимлянами которая описывается 13 главе вообще самое что называется исторически обоснованная деталь всего нарратива о царстве не шауля это описание это упоминание воин с филистимлянами которые действительно в ту пору имели место филистимляне действительно были главным врагом израиля номер один и значит рассказ начинается довольно странно надо отметить он начинается с утверждение о том что шаулю был всего год когда он стал царем и два года он царствовал над израилем очевидно что здесь произошла какая-то текстологическая неувязка которую пытаются исправить уже древние переводы как бы говорят о том что он был скажем не не один год а 21 год и царство он тоже не два года больше предлагаются разные решения но в общем на самом деле у нас нет какого-то убедительного свидетеля текста который бы позволил с четкостью восстановить исходную версию мы видели что книги шмуэля трижды описывалось воцарение шауля во всех тех трех историях несмотря на то что они были очень разные он естественно вовсе не был младенцем маленьким ребенком он был вполне взрослым человеком может быть юношей вот и довольно трудно предположить что все те события которые описываются в связи с царствованием в шауле умещаются в два года но это как бы такое замечание в скобках оно не является центром нашего обсуждения теперь что собственно описывает эта история история описывает нам некоторую подготовку к битве и при всем этом то что начинается при звуке фанфар вроде без каких-то победных реляций заканчивается что это заканчивается тем что филистимляне теснят израиль филистимляне теснят израиль и начинают прятаться и израиль начинает прятаться и когда шауль это видит то он приносит жертву он приносит жертву секунду здесь он приносит жертву ожидая прихода пророка шмуэль пророк шмуэль не приходит и тогда как я сказал шауль приносит жертву и именно в этот момент появляется шмуэль который упрекая шауля в том что он сделал шауль оправдывается и говорит что народ разбегался от меня а ты не пришел назначенный срок поэтому я принес жертву на это шмуэль говорит шаулю ты поступил неразумно ты не исполнил заповедь господа бога твоего которую тот тебе заповедал и вот после того что он установил его царствование над израилем навеки теперь это царствование не устоит и господь господь изберет себе человека подходящего более подходящего чем ты ишки львово и его он назначит вождем над народом потому что ты не исполнил того что сказал господь после этого они расстаются и расходятся теперь эта история вызывает такое неоднозначное чувство во-первых как бы непонятно о какой собственно говоря заповеди здесь идет речь которую бог заповедал шаулю значит это уже выглядит несколько странно если мы начинаем листать назад то никакой такой заповеди мы не обнаружим значит у нас есть некая история которую следует сравнить с тем что с тем что мы сейчас читаем а именно история которая излагается в 10 главе книги Шмуэля и там говорится о том что когда Шмуэль помазал шауля на царство то он ему сказал что что ты я напоминаю вам канву шауль искал ослиц и вот Шмуэль говорит ему ослицы нашлись и ты теперь можешь делать все что захочешь ибо бог с тобой и ты затем спустишься гильгаль и там я приду тебе принести жертвы ты должен ждать меня семь дней и тогда я скажу тебе то что ты должен сделать там как бы это единственный текст который каким-то образом сопрягается с тем рассказом который мы прочли но при этом как можно увидеть этот текст не упоминает никакой заповеди господней и более того и более того и более того как бы он содержит себе некоторое внутреннее противоречие с одной стороны Шмуэль говорит что ты можешь теперь делать после того что бог избрал тебя в цари все что ты захочешь как тут сказано аселиха ашер тимца едыха ибо бог с тобой а с другой стороны говорится о том что он должен подождать пророка Шмуэля который скажет ему то что он должен делать да значит как бы одну секундочку то есть как бы можно конечно проскочить мимо этого текста но но в принципе если вглядеться внимательно он содержит в себе определенное противоречие более того более того то значит весь этот кусочек маленький вот эти два стиха и ты спустишься передо мной до меня передо мной в гильгаль и будешь ждать меня семь дней он как бы вонзается внутрь повествования потому что без него повествование выглядит довольно гладким шмуэль говорит что ты когда будешь возвращаться домой ты столкнешься с тремя знаками с тремя знамениями которые подтвердят тебе что ты действительно избран богом и как бы вершина этих слов это действительно то что ты сможешь делать то что бог скажет то что ты захочешь ибо бог будет с тобой и вслед за тем рассказывается что действительно все это так и произошло в стихе девятом и когда он ушел от шмуэля то все эти знамения исполнились то есть ощущение да да Миша полсекунды я только говорю фразу ощущение такое что эти два этот стих стих восьмой в котором говорится о некоторой договоренности между шаулем и шмуэлем попал сюда для того чтобы каким-то образом соединить этот наш текст с рассказом о том что шауль об отвержении шауля да Миша пожалуйста о каком гильгале идет речь это хороший вопрос это хороший вопрос на который не так легко ответить более того действительно есть два места под названием гильгаль но мало того что нам не очень ясно по-моему три места какое третье это имеешь ввиду одно возле одно возле шхема и это откуда или я и или стартует ну видишь извините дело в том что то которое только не в танахе а то что нашел адам зерталь ну хорошо это уже как бы попытки идентификации разных мест которые называются гильгаль ну что касается не называются вот эти культовые сооружения в форме стопы я понимаю но в данном случае все таки судя по всему речь идет о имени собственном а не просто об обозначении некоторых культовых мест кроме того что касается того места где был илиша с одной стороны действительно это вроде как находится недалеко от бейт эля но вся весь этот рассказ если ты помнишь миша он как бы завязан опять же на переходе на подходе к ирихой и ухода из ирихо поэтому вполне возможно что гильгаль который упомянут там это и есть гильгаль который находится недалеко от ирихо вот но так или иначе так или иначе значит вообще весь этот рассказ в 13 главе он достаточно странен потому что географически где находится шауль не очень понятно с одной стороны говорится что шауль находится в месте называемом мехмаз и с ним и с ним находится три тысячи воинов так начинается этот рассказ а с другой стороны нам сообщается что шауль оказывается почему-то в гильгале все-таки другое место если опять же не видите в этом какое-то просто обозначение культового места а не название населенного пункта и при нем 600 воинов а вовсе не три тысячи то есть как бы весь этот рассказ он как бы содержит в себе определенное внутреннее противоречие и с точки зрения географической и с точки зрения того сколько собственно говоря человек было с шаулем в гильгале значит есть определенное мнение высказанное некоторыми библеистами что вся эта часть связанная с приношением жертв в гильгале это некоторая совершенно самостоятельная автономная традиция цель которой была дискредитировать шауля и показать что он не способен царствовать при этом как бы эта неспособность достаточно остается достаточно туманной но по всей видимости она как-то коррелирует с рассказом о золотом тельце в торе ибо ситуация как бы очень похожая здесь можно говорить о некоторой типологической ситуации а возможно и о генетической связи между этими двумя рассказами я напоминаю вам что в рассказе о золотом тельце народ ждет когда муше спустится с горы и когда этого не происходит то они совершают под руководством Аарона некоторое запрещенное действие значит нечто подобное происходит и здесь ждут шмуэля шмуэль не приходит народ в рассказе о золотом тельце обступает арона и требует сделать золотого тельца здесь начинает разбегаться от шауля и шауль совершает некое действие которое само то по себе не является чем-то из ряда вон выходящим чем-то совершенно запрещенным мы знаем что цари мы об этом уже говорили приносили жертвы в этом не было ничего такого совершенно недопустимого но в рамках этого рассказа нам как бы стараются подчеркнуть что шауль проявил нетерпение нетерпеливость и за это он наказывается за за то что он не дождался пророк значит как бы из этого можно сделать пока что достаточно осторожно один вывод что есть пласт рассказов повествующих в начале царствования шауля в этот пласт был вставлен был став была вставлена автономная традиция которая повествовала об отвержении шауля из-за нарушения слова сказанного пророка значит цель этой истории дискредитировать шауля и показать что он не способен царствовать теперь более того это как бы еще одна вещь на которую я хочу обратить ваше внимание что слова которые говорит шаулю очевидным образом сопрягаются с другим местом книги шамуэля во второй части главе седьмой там где появляется династическое пророчество произносимое другим пророком 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 и обращенное к где сказано следующее это текст тоже перед вашими глазами седьмая глава я как сказано тут установлю царство твоего сына который родится у тебя и его престол будет установлен навеки да вот это ахинутеет мамлахто конантеет кисэ мамлахто адолам это выражение которое чрезвычайно напоминает то что Шмуэль говорит шаулю только со знаком минус и хин адунает мамлахтоха адолам вата мамлахтоха лотакум значит я собирал господь собирался установить царство навеки но тебе твое царство не устоит да то есть эти два текста создают такую как бы антиномию антиномическую аналогию да и в общем контексте книги шмуэля получается что они призваны как бы подчеркнуть противопоставление между шаулем который отвергнут и давидом который избран это один текст теперь есть у нас другой текст на который я хочу обратить ваше внимание другой текст появляется в главе 14 книги шмуэля и это собственно говоря по смыслу своему продолжение рассказа о войне с филистинлянами я не я его не привел здесь весь потому что он очень длинный 46 стихов но я хотел бы напомнить вам что собственно говоря там происходит в этом тексте есть как бы два места развертывания событий с одной стороны рассказывается про сына шауля ионатана которому удается обратить в бегство филистинлян напав на их форпост я не буду сейчас подробно читать этот рассказ всякий кто захочет сможет его прочесть но важно подчеркнуть что ионатан добивается убедительной победы и после этой победы шауль используя ее плоды гонится за филистинлянами и при этом заклинает народ не брать в рот ничего до тех пор пока враги не будут уничтожить при этом рассказывается что ионатан который вместе со своим оруженосцем вдвоем обратил в бегство целую группу целый форпост филистинлян присоединился к общей армии и он проходя через некую рощу лес возжаждал протянул конец своего посоха и поел из медовых сот и как тут сказано его глаза просветлели теперь как бы здесь очевидно с точки зрения языковой игра существует и наличествует игра слов тоорна значит вот это с одной стороны это слово ор свет а с другой стороны поскольку шауль заклял народ то здесь как бы все соединяется со словом аруру потому что в следующем стихе один из народа говорит юнатану как же ты ешь вот твой отец заклял народ и сказал проклят тот кто поест хлеб в этот день и кончается этот рассказ тем что шауль пытается выяснить пытается выяснить почему бог не отвечает ему через эфон священника и и он подозревает что кто-то нарушил его заклятие и говорит что я клянусь что именем бога израиля спасшего свой народ даже если грех этот совершил мой сын он умрет дальше происходит некая ситуация когда начинают вылавливать и судя по всему при помощи жребия преступника и то ли при помощи жребия то ли при помощи опять же священнического ифода так или иначе остаются вдвоем шауль ионатан и в результате жребий как бы падает на ионатана шауль говорит ты умрешь а народ его спасает народ его спасает и не дает шаулю убить своего сына теперь как бы этот рассказ не говорит напрямую в отличие от предыдущего что шауль отвергается и не может быть царем но при этом здесь содержится некоторый намек чтобы этот намек понять мы обратимся к вспомним рассказ из книги иошуа о захвате иерихо в рамках которого иошуа заклял народ заклял народ требуя от него не брать никакого трофея иерихо и вот находится один человек и это ахан который ахан из колена иуды который берет из заклятого и наводит порчу наводит несчастье на народ израиля его потом таким же точно образом как в нашей истории сейчас вылавливают и иошуа говорит ему слова следующие слова почему ты навел на нас несчастье господь ведет несчастье на тебя значит это некоторая связка дополнительная с нашим рассказом потому что ионатан когда слышит о том что заклял народ говорит так ахар ави навел мой отец несчастье на страну это тот же самый глагол ахар наводить несчастье и таким образом получается что наш рассказ является своего рода зеркальным отображением рассказа книги иошуа иошуа заклял народ нельзя брать трофей переход и находится человек который которого как бы жажда приобретательства победила и корысть как бы овладела им и он берет от заклятого понятно что он преступник в нашем рассказе формально казалось бы дело обстоит так же точно шауль заклял народ не есть а ионатан поел и он получается преступник ловят его таким же точно образом как и аханов книги иошуа но по сути дела все обстоит ровно наоборот потому что именно ионатан является в нашем рассказе спасителем народа тем которое благодаря которому была одержана победа над филистинлянами если кто и наводит несчастье на народ по словам того же ионатана то это его отец и поэтому народ в отличие это дополнительная как бы противоположность между этими двумя рассказами книги иошуа ахана казнят при согласии народа в то время как здесь народ воспротивился и не дал ему казнить ионатана который повторяю спас народ более того к этому можно еще добавить что сам шаул мы обсуждали с вами историю о воцарении шауля и в одной из этих историй описывалось что шауль прятался и его нашли по жребию так сказать тоже пытались понять кто должен быть царем и его так сказать что называется привели за белые руки он ных ба или филим он прятался и мы тогда говорили о том что как бы создается несколько двусмысленная ситуация опять же в свете аналогии с тем же рассказом из книги иошуа о поимке ахана шауля вроде как воцаряют на царство но делают это тем же способом которым был пойман ахан и получается что в книге шмуэля по отношению к шаулю и ионатану как бы работает вот это зеркальное зеркальное отображение зеркальная ситуация царь первый царь израиля на самом деле является своего рода повторением ахана а не его сын спаситель израиля возможно конечно это мы тоже упоминали в каком смысле сводятся счеты в книге иошуа преступником является представитель книги колена иуды ахан во время как здесь преступником является представитель колена беньямина шауль который как мы видели колена беньямина в иудейских традициях предстаёт как колена преступная и понятно что царь который помазан царь помазанный царь который принадлежит к этому колену не может принести израилю ничего хорошего а только лишь зло значит как бы весь этот второй рассказ завершается некоторым итогом царствования шауля и этот итог тоже на него стоит обратить внимание он как бы очень странно странные слова там используется вот посмотрите я читаю сейчас сорок шестой стих четырнадцатой главы и шауль отошел от филистимлян а филистимляне пошли в свое место шауль захватил царство шауль лахад амелуха али сраэль шауль захватил царство над израилем и воевал со всеми врагами которые перечисляются здесь маавитяне амонитяне эдом арамейские цари филистимляне и всюду куда он бы не шел в эхоле шерифне яршиа и куда бы он не повернулся значит появляется такой глагол яршиа который с трудом пытаются комментаторы понять как нечто указывает на его шауля победы над врагами буквальный смысл глагола это совершать зло совершать зло если буквально переводить сорок седьмой стих то получается что он говорит нам что все что шауль не делал он совершал зло значит опять же есть некоторые попытки попытки и предложения переделать глагол яршиа глагол ёшиа всюду куда не шел он спасал Израиль но как бы масоретский текст который дошел до нас указывает на то что шауль всюду куда он не обращался бы совершал зло значит из этого можно опять же заключить что шауль представлен в этом маленьком итоговом кусочке с одной стороны как своего рода узурпатор хотя казалось бы он был совершенно законным образом помазан на царство но точно так же как он был пойман на царство нилькады это вот второе ключевое слово он был пойман на царство сам ловил потом своего сына так же точно он поймал захватил царство и кроме того он тот кто во всех своих войнах в конечном счете совершает зло последний стих этого итогового кусочка он тоже для нас имеет значение говорит о том что шауль победил амалека и спас израиль от рук того кто грабил кто притеснял то есть амалек об амалеке мы сейчас будем говорить вот это как бы два первых рассказа и так мы видим что первый рассказ явным образом эксплицитным образом дискредитирует шауля второй рассказ имплицитным образом дискредитирует шауля не говоря прямо что он отверг перед тем как перейдем к третьему рассказу если у кого то есть замечания и вопросы то их самое время сейчас представить пока нет окей значит теперь смотрите опять же я не стал приводить весь весь рассказ о войне шауля самолетом этот рассказ довольно странный во первых во первых он отличается от всего остального нарратива тем что как бы до сих пор шауль воевал с врагами которые как бы в этот период времени действительно были задействованы как враги израиля неоднократно упоминались аманитяне с одной стороны главным образом филистинляне и вдруг как бы out of the blue появляется амалек но мало этого как мы уже сказали в итоговом кусочке итоговый кусочек который подводит черту под царствованием шауля до сих пор говорилось что шауль амалека победил и спас израиля и вдруг ни с того ни сего без всякого перехода нам говорится что пророк шмуэль обращается к шаулю и говорит ему тебя послал господь меня послал господь помазать тебя царем помазать тебя на царство над народом его израилем а теперь слушай слова господни значит как бы и выясняется что целью этого помазания главной целью является уничтожение шаулем амалек а это как бы выглядит в общем контексте нарратива о шауле как довольно инородное тело этот рассказ более того в отличие от остальных текстов где воины описываются не то чтобы реалистически там тоже имеет место определенные гиперболы в частности вот рассказы о том как ионатан со своим оруженосцем смогли одержать победу на целом форпостом филистимлян но этот рассказ о войне шауля самолек он носит как бы такой характер культовой войны он несомненно возвращает нас к упоминаниям амалека который есть в торе а в торе напомню вам есть два упоминания амалека одно где рассказывается о том как амалек напал на израиль когда тот выходил из эгипта и это война сопровождавшаяся довольно странным магическими действиями со стороны муше державшим на руки поднятыми кверху как знак победы израиля эта война завершается тем что бог клянется своим престолом что он будет вести войну с амалеком до полного его искоренения навеки а второе упоминание находится в книге дворим книги второзакония то самое тот самый кусочек который читают перед уримом и там говорится что израиль должен помнить о том что сделал ему амалек по дороге из и уничтожив всех слабых которые шли за израилем и на израиль на этот раз накладывается заповедь стереть память об амалеке из поднебес теперь судя по всему наш рассказ о шауле каким-то образом корреспондирует в основном с вот этим кусочком из книги дворим потому что из него следует что требование уничтожить амалека возлагается на израиль этим бог занимается не напрямую а через своего представителя в данном случае царя израиль теперь как бы рассказ этот тоже выглядит достаточно странно шауль одерживает убедительную победу над амалеком при этом он берет скот и захватывает в плен царя амалекитяна гада именно за это шуэль упрекает его и говорит что он не исполнил заповеди бога и поэтому царство не его не устоит теперь почему шауль так поступил сам он оправдывается тем что он собирался принести этот скот в жертву богу что собственно говоря вполне звучит вполне реалистично потому что захваченный трофей по крайней мере частично после победной войны приносился действительно в жертву что касается царя амалекитян который здесь называется именем аган то можно предположить исходя из других описаний что его в любом случае ожидала смерть мы видим что например его шуа захватывая наанских царей в плен после этого устраивает над ними торжественную казнь а вполне вероятно что это то что собирался сделать и шауль однако в контексте нашего рассказа утверждается что бог требовал от него абсолютного тотального уничтожения всего что связано с амалеком и это включало как людей так и животных что опять таки прямым путем приводит нас к рассказу о захвате Иерихо это единственная аналогия в танахе этому сюжету связанному с амалеком потому что как бы речь идет о том что называется словом херем херем это слово которое с одной стороны обозначает уничтожение а с другой стороны заклятое то чем человек не имеет права воспользоваться ибо оно принадлежит богу и получается что в этом нашем рассказе о шауля с амалеком шауль играет опять амбивалентную роль он начинает как казалось бы так как начинает его шоа война с заповеданная война также точно война с амалеком есть заповеданная война но кончает с точки зрения нашего рассказчика как ахан как все тот же ахан который взял из заклятвы взял из херема а поскольку этот наш рассказ он находится в пятнадцатой главе книги шмуэля сразу же вслед за рассказом который мы читали перед этим четырнадцатой главе где шауль заклял народ и ионатан взял от заклятвы возможно отделиться от точки зрения автора скомпоновавшего эти тексты должна должно создаться опять-таки противопоставление опять-таки вот такая антиномия между этими рассказами шауль обвинял своего сына в том что тот взял от заклятвы и обвинял его несправедливо ибо его сын был спасителем Израиля в то время как сам шауль в подобной ситуации не исполнил и надо помнить что там заклятие было инициативой самого царя не было инициативой бога здесь же бог заклял шауля и шауль не исполнил его приказ и поэтому он играет роль опять-таки ахана взявшего от заклятого судя по всему этот наш рассказ является некоторым по мысли автора усилением или своего рода прояснением той ситуации которая была в 13 главе в 13 главе шауль был отвергнут от царства потому что не дождался Шамуэля и не исполнил некоторую заповедь бога и рассказ как бы до конца не проясняла какой заповеди шла речь и вот теперь приходит рассказ о войне шауля самолеком в рамках которой нам рассказ конечно другой но нам как бы восполняются пробелы предыдущего рассказа становится ясно что шауль действительно не исполняет заповедь бога и потому не достоин быть царем израиле это таким образом третий рассказ но есть рассказ четвертый последний из тех которые мы рассмотрим сегодня четвертый рассказ это рассказ содержащийся в 17 18 главах книги мы вернемся к этому рассказу более подробно в следующий раз это будем говорить о битве давида с гульятами о традициях связанных с этой битвой но на данный момент что для нас важно в этой войне опять же с филистимлянами происходит практически та же ситуация что и в войне описанной в 14 главе там в 14 главе народ Израиля был спасен благодаря отважному поведению сына Шауля Йонатана здесь в еще более в смысле тяжелой ситуации народ был спасен благодаря победе Давида в единоборстве с галият на лицо некоторое нарастание напряжения как бы описывается в этой главе начала войны то говорится о том что израильское войско находится в полном параличе при виде вот этого страшного великана который ходит и похваляется своей силой и маленьким маленькому Давиду удается благодаря божественной поддержке уничтожить этого врага то есть ситуация еще более контрастная нежели та которая описывалась в истории с победой Йонатана и этот спаситель в результате вместо благодарности со стороны царя получает как бы удостаивается в кавычках попытки его уничтожить подобно тому как шауль был готов уничтожить казнить собственного сына но там по крайней мере формальной причиной являлось то что этот сын нарушил запрет отца так в нашем рассказе шауль пытается уничтожить Давида просто потому что завидует ему завидует его победе и ощущает что от Давида исходит угроза его власть и поэтому в данном случае он пытается уже лично убить Давида причем делает возобновляет эти попытки несколько раз и в этом смысле Давид и Йонатан оказываются в подобной ситуации в каком-то смысле они запараллелены Йонатан сын Шауля Давид его будущий зять оба они спасители Израиля и при этом надо еще подчеркнуть дополнительную вещь между Йонатаном и Давидом заключается союз союз неравный потому что в рамках этого союза Йонатан фактически уступает Давиду право на царство он как сказано возлюбил Давида всей душой и признает первенство Давида в этом союзе и его право быть царем то есть если мы подытожим сейчас то что мы видели в этом рассказе 17 и 18 главах тоже не говорится напрямую об отвержении Шауля говорится это как бы высказывается это имплицитно у нас есть абсолютно симметричная структура есть два рассказа которые явной форме говорят об отвержении Шауля и есть два рассказа которые говорят об этом скрытой форме но в конечном счете направленность всех этих текстов одна показать что Шауль не достоин быть царем не достоин быть царем потому что он не выполняет заповеди Бога потому что он не испытывает благодарности к спасителям Израиля потому что он фактически играет роль Ахана в книге Йошуа который навел Израиль все это вместе создает довольно тягостную картину из дальнейшего мы видим об этом поговорим в следующий раз или через раз посмотрим как получится что общая как бы общий взгляд на Шауля в книге Шмуэля взгляд неоднозначный амбивалентный и в каком-то смысле делается попытка изобразить его как фигуру трагическую не в точном жанровом смысле этого слова как скажем греческой в таком обыденном смысле это человек который переживает самый высший взлет своей жизни и потом падает и ничто не может удержать этого падения ибо это предуказано свыше Богом в чем-то можно это действительно сравнить с греческим роком вот заключение я просто хочу мы еще обратимся к этому тексту но я хочу показать вам насколько отличается вся все это описание от того что мы находим книги более поздней книги которая создавалась персидскую эпоху и которая автор который одним словом расправляется шауль а мы видели здесь четыре больших рассказов еще будет как бы продолжение связанное с апологией Давида во второй части этих этого нарратива о шауле что же касается автора книги хроник книги то все что он может сказать о шауле это буквально буквально следующее что шауль умирает в результате за свой за свое преступление которое он совершил перед богом и поэтому бог передал его царство Давиду сыну Ишая все больше автору книги хроника о шауле сказать нечего это как бы шауль что называется в его глазах такой как бы переходный этап на который не стоит даже обращать внимание совершенно другая ситуация как мы видели в книге шауле ну вот подошло время для опять же для замечаний вопросов если они есть мы как раз уложились во время пожалуйста кто хочет сказать что да конечно мне хотелось немножко уточнить эту фразу как говорил о подобии греческой трагедии что как бы предопределено свыше его падение шауле его я не знаю так так как бы у него нет свободы воли но не знаю все все это божественный план в отношении не знаю мне как-то больше кажется то что ты говорил в начале как бы книга показывала трагическую в смысле человеческом что он не справляется со своими страстями там и так далее поэтому я с самого начала сказал что сначала я сказал что это скорее в таком вот обыденном употреблении этого термина не в жанровом но с другой стороны есть определенное сходство потому что значит одна из центральных осей человеческой трагедии тут я думаю хава сможет как бы дополнить это трагедия рока да герой не может избежать то что ему как бы предписано и все его попытки как бы убежать от своей судьбы ни к чему не приводят он в этом смысле абсолютно я поняла что что ты говорил да что есть еще такая составляющая но где она вот видна ну вот эта составляющая она не буквально та же самая конечно потому что здесь речь идет не о роке а о суверенном волеизъявлении волеизъявлений бога но при этом как бы есть некоторое над сам шаул действует так как будто бы он пытается каким-то образом избежать вот этого пророчества о лишении царства но мы читатели знаем что избежать он этого не сможет потому что приговор произнесен я поняла спасибо я поняла еще вопросы замечания кто-то хочет еще что-то сказать мы завершаем сегодня я я как бы только скажу что 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 мы дальше делаем в качестве такого промо ну во-первых я уже сказал мы немножко задержимся на 17 главе книги Шмуэля где описывается война Давида с Гулиатом нас там будут интересовать два вопроса во-первых кто убил Гулиата а во-вторых во-вторых некоторые очень странные текстуальные вещи связанные с тем что в этом рассказе очевидно были вмешались две совершенно разных традиции чему на этот раз есть прямое доказательство а именно версия сектуагинты к этой главе это один момент а второй момент который мы тоже перейдем в следующий раз это то что я называю апологией Давида значит попытка об этом написано очень много попытка это почти полностью параллельно там интересные изменения конечно о гибели Шауля о гибели только о гибели только о гибели но это тем не менее есть он ее повторяет он ее повторяет и фактически повторяет да он ее повторяет это верно повторяет с определенными изменениями очень интересными конечно которые уменьшают как бы значение значение этой гибели а только Шауля но тем не менее она ощущает необходимость какой-то все-таки об этом сказать о гибели Шауля я думаю я думаю что как бы мы опять же до этого дойдем но я думаю что главная цель здесь автора книги хроника автора Деврия Мима это просто изобразить переход власти что преступный царь наказан и теперь власть переходит к тому кто ее достоин окей меня не слышно 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 значит у меня как бы такое предложение двойственности в отношении к Шаулю значит мне кажется что то что хочет сказать рассказчик что одних побед значит недостаточно что может быть и какой-то другой царь который преуспеет значит и победит кого-то но важно чтобы он был значит послушным Всевышнему а не просто побеждал вот и для того чтобы упредить такой вот момент показать народу что тот царь который побеждает это еще не настоящий царь даже если он то есть это сводится кто и идея которая выражена в словах лоб и кох лоб и хай я понимаю что вы говорите имель да то есть это как бы нравоучение такое значит которое хочет показать что они не воинственность главные поэтому это еще подчеркивается значит с сражением Давида и Голиафа то есть народ боится вот этого Голиафа страшный большой все а вот маленький Давид его побеждает то есть не в этом сила не в том что физически кто-то превосходит и все а вот именно значит подчинение Всевышнему и так далее и так далее в общем вы понимаете я понимаю верно это все конечно верно хотя я только хочу отметить что в случае с Давидом тоже мы до этого дойдем тоже имеет место факт неповиновения и нарушения некоторых базисных заповедей Бога однако царство Давида не отвергается в отличие от царства Шауля вот и мы должны дать какой-то ответ на этот вопрос есть как бы два основных ответа которые даются один ответ связан с тем что утверждается что царство Давида описывается тоже как некоторых или образ Давида это описывается как образ сложный и неоднозначный другая точка зрения состоит в том что здесь соединяются две опять же разные традиции разных рассказа цель одного из которых прославить Давида а другая очернить но до Давида мы еще в свое время дойдем что касается того что вы сказали о Шауле я вполне не принимаю я согласен да но Давид тоже фактически попадает определенная значит ключ того что того кого избрал святивышний и кто это тот кто способен значит над Шуву это мы тоже знаем и старый Шауль тоже способен над Шуву Шауля не принимается раскаяние Шауля не принимается раскаяние Давида принимается это тоже как бы здесь на лицо какое-то скажем так не совсем объективное отношение не столько Бога сколько рассказчика посмотрим дальше как будет хорошо да окей Хава у вас есть что-то что добавить по поводу греческих сюжетов греческой трагедии тут есть разница с греческой трагедией пожалуй в том что в трагедии то заранее все известно с Шаулем все таки заранее не было известно заранее насколько заранее ну до начала его царствия мне было же известно что он так быстренько кончится он сделал ошибку и после этого уже все окей до ошибки это ведь не было решено окей я понимаю что вы говорите опять же с точки зрения нарратива несомненно вы правы с точки зрения взгляда рассказчика я думаю что все было решено то есть как бы он к этому вел это называется уже немножко по-другому это уже называется трагическая ирония что рассказчик знает то что героям неизвестно да да я согласен ну это да но внутренний рок он как бы не присутствует я понимаю он начинается в какой-то момент спасибо спасибо хава спасибо большое всем спасибо за замечания и вопросы встретимся через неделю в следующий раз всего всем хорошего спасибо большое спасибо большое спасибо 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 неважно стоп